всем 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 привет мы продолжаем играть эволюцию никогда не заканчивается хочу вас поздравить с наступившим новым годом счастья вам здоровья всех исполнения всех ваших желаний серия будет ну подольше я думаю так что праздничные дни я не записывал собирал собирал чтобы конкретно так может было все подправить постараемся поудобнее берите вкусняшки закрывайте двери окна на засох чтоб никто ничто вас не отвлекало приятного просмотра аппетита или спокойной ночи не забывайте подписываться на канал рекомендовать друзьям а если хотите со мной в соцсетях подружиться ссылочка будет в описании под видео ну а мы продолжаем проходить во первых нам нужно энцелад получит так дальше что нам надо поиск астероидов вообще мне это очень сильно пугает серьезно серьезно вы прикалываетесь надо мной я столько 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 охренеть друзья я просто хрень офигеть ладно у нас есть макимаки макимаки холодная карликовая планета в поясе койпера это второй по яркости трансминептуновый объект после плутона у нее красная поверхность и одна вращающаяся по орбите луна ну вообще ничего не хватило макимаки было достаточно ярко чтобы ее можно было можно быть макимаки было достаточно яркой чтобы ее можно было открыть вместе с плутоном еще в 1930 году но она оставалась незамечена до 2005 года из-за того что она вращалась близко к гидру галактики и была невидима в плотном скоплении звезд до прям я бы такие большие надежды а в итоге все как всегда все через одно место его сумма просто друзья нереально ну просто нереальный куда ладно тогда посмотрим а здесь вот что это хотел открыть но здесь макимаки 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 поиск астероидов ладно ладно тогда мы быстренько с самого начала пройдем посмотрим где что можно почитать солнце солнца пока что нет хорошо не солнце меркурий с венером а я хоть венеру до 9 добил замечательно земля луна все а что нас луна наша луна вращается вокруг земли луна образовался заблоков после столкновения молодой планеты земля другим небесным телом она освещает наше небо ночью и контролирует океанские приливы луна вращается синхронной землей это значит что одна ее сторона всегда обращает обращена к нашей планете а другая от нас мало что было известно о сильно покрыты кратерами темной стороне луны пока в 1950-х годах люди не запустили космический летательный аппарат смотрим что мы здесь еще можем ну подождите а я так прошелся мимо ну допустим веста веста 2 по величине объект в поиск астероидов она имеет асимметричную форму каменистую поверхность покрытую кратерами множество небольших астероидов и метеороидов нашей солнечной системы считаются фрагментами весты отколовшимися в результате столкновений в поясе астероидов многие метеориты упавшие на землю когда-то были частью весты так у нас еще много чего есть так на комнат давайте европу касаться на европу 8 ранга качнем еще даже можем у европы самая гладкая поверхность что у нас по поводу европы по европы самая гладкая поверхность из всех твердых объектов солнечной системы что свидетельствует о возможном жидком океане под ее поверхностью а в сочетании с тонкой кислородной атмосферы это еще и говорит о том что на европе могут существовать микроорганизмы под корой европы находится слой жидкости из-за температуры от минус 160 до 220 градусов поверхность находится в замороженном состоянии но генерируемое притяжением других спутников юпитера тепло сохраняет подземный океан жидким ну как видите да здесь бессмысленно пойдемте тогда дальше следующий спутник и у твердая холодная луна что это сейчас было с интенсивно геологической активностью на ней есть действующие вулканы извергающие серные шлейфы и посылки лавы которая окрашивает поверхность спутника в желтый цвет а горы выше чем на земле вулканы гравитация юпитера и других галилеевых спутников тянет ее в разных направлениях вызывая внутреннее трение результат экстремально геологическая активность нестабильность внутри ее породило множество действующих вулканов на ее поверхность смотрим что дальше он новенькое что-то ледяные гиганты состоят из элементов тяжелее водорода и гелия являющихся основными компонентами газовых гигантов под их поверхностью замерзшая вода аммиак и метан но их внешние слои газообразны что делать и их похожими на газовых гигантов смотрим дальше что мы можем а больше мы тут в принципе ничего никого а нет у нас есть еще плутон так пултон увеличим доход пултона еще отлично пултон когда ты классифицируешься как девятая планета нашей солнечной системы представляет собой каменистую кармиковую планету чью орбитам пролегает за нептуном некоторые ученые предполагают что плутона может под поверхностью находиться океан запрещут хаотичная орбита из-за небольшого размера плутона его орбита чувствительна к мельчайшим изменениям солнечной системе даже крошечные сдвиги соседних объектов могут повлиять на орбиту этой карликовой планеты что затрудняет расчетную траектории когда в 1930 году плутон был открыт ученые 9 планеты на нашей солнечной системе но после открытия 90-х годах других небольших небесных тем похожих на него в тысячи шестом году плутон был понижен до карликовой планеты как видите о как раз вовремя мы остановимся на плутоне смотрим есть где что еще можно почитать на сегодня есть но так как раз и будет последним это комета галия это единственная комета регулярно наблюдаемая невооруженным глазом она проходит мимо земли каждые 75 лет ее появление регистрировали с двухсот сорокового года до нашей эры последний раз она проходила мимо земли в 1986 году а следующего появление ожидается в 2061 комета галлея отличается коротким орбитальным циклом это единственная известная комета появляющаяся дважды в течение человеческой жизни и пролетающей мимо земли каждые 74 79 лет большинству комет требуется 200 миллионов лет чтобы сделать хотя бы один оборот вокруг солнца вот так вот но мы сейчас быстренько посмотрим по их здесь купить ура смотрим но уже других вариантов нет прям очень очень много очень большие суммы требуется замечательно теперь нам надо почитать с вами что мы по медалькам открыли настоящее время это про европу друзья ну давайте почитаем что у нас получается настоящее время мы называем четыре самых больших спутника юпитера галилеевыми лунами но когда галилео галилеи впервые их обнаружил он называл их медицинскими лунами в честь могущественности медичи которая правила в флоренции в эпоху возрождения следующей миссии которую люди отправят отправят на европу будет называться европа клиппер ее цели будет поиск доказательств наличия органических молекул под поверхностью луны которые могут сделать европу кандидатом для колонизации человечества айтенус энцелад спутники сатурна назван в честь титанов из греко-римской мифологии только пятьдесят три спутника как из как минимум шестидесяти двух вращается вокруг сатурна имеет имена остальным присвоены числовые обозначения на южном полюсе энцелада находится более 80 гейзеров эти гейзеры являются доказательством что энцелад возможно самая вулканически активная луна в солнечной системе хорошо здесь мы закончили свою ну можно посмотреть ну что мы наверное пойдем к нашим созвездиям у нас был рак а раку сколько раз 2 есть есть у нас теперь рак читаем да здравствует гидра гидра самое большое созвездие занимает 3,16 процента ночного неба она получила свое название от древнегреческого многоголового змееподобного чудовища вот так вот друзья смотрим дальше кто у нас будет дальше а дальше это очень большой близнецы все ну прежде чем и близнецам давайте еще пророк почитаем рак краб самое тусклое зодиакальное созвездие тропик рака самая серная широта на земле где солнце в полдень может подняться зенит назван в честь него близнецы созвездие близнецов олицетворяет собой пару близнецов две самые яркие звезды в этом созвездии названы кастор и полукс честь братьев близнецов из греческой мифологии а если на них нашему альдобаран альдобаран то есть ничего здесь такого ничего пока что ничего но может быть они еще что-то хотят сделают в дальнейшем это мы не знаем ну что друзья а мы перешли к нашим динозавром сейчас до последний мы собрали ну а это это блин ну по фигу на него собственно по факту да что у нас по динозаврам кого он тут брахиозавров качаем где у нас до двухсот надо о есть давайте прочитаем почитаем про брахиозавр живший в конце юрского периода брахиозавр да вот он брахиозавр был одним из крупнейших травоядных динозавров известных человечеству у некоторых зауроподов например теплодоков в передней части челюсти имелись карандашоподобные зубы помогающие эффективнее срывать листья так а здесь у нас что брахиозавр в переводе с греческого плечистый ящик ссылаясь на его длинные передние конечности нетипично для зауропода это привело к укороченному хвосту и более прямой осанки брахиозавра чем у других членов его кладу брахиозавр должен был питаться не менее 16 часов в день чтобы съесть необходимое количество листвы для поддержания его огромного тела а следующий нас будет тернозавра рэкс понятное дело что его мы прям до двухсот не докачаем да ну значит пора нам раз за пределами нас все так печальненько совсем печальненько динозавров снова уничтожать пять тысяч семьсот шестьдесят три существа офигеть все по традиции почитаем лучшим так погнали учитывая какое здесь количество даже шесть тысяч а у нас уже от восьми а там тиранозавра аж двадцать тысяч требуется но это вот он восемь тысяч но такого пока добрал нас не куда-то пошел полетел так дальше ну да все по восемь тысяч тератопс в общем как всегда что хотелось не получилось у нас не получилось что хотел и что я задумал вот он двадцать тысяч офигеть офигеть так хорошо я не знаю боятся ли нового динозавра или нет это сейчас интрига будет но мне кажется что не ну и почитать нам пока тоже нечего что-то улучшить тоже все в колумбаре вот восьми тысяч вот восьми тысяч но что-то тут прям у нас появилось сейчас комсомат оперение доподлинно неизвестно размер оперений динозавров терапот но данные показывают что по крайней мере некоторые из них обладали различными степенями оперенности кожных паукров так чуть 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 домой под улучшили пошлите элокераптора бахи цифлозаврик тоже у меня ничего такого нету следующий а следующий у нас галинин о! а вот галинин его можно почитать и улучшить как раз оно большое похоже на птицу травоядное животное который путешествовал в стадах и строила гнезда некоторые динозавры строили гнезда и защищали своих детенышей стаи о чем свидетельствуют найденные окаменелости больших групп гнезд ряд археоптеликс но мне тоже больших по 8000 ладненько смотрим что дальше у нас а дальше у нас братиозавры ну вот видите там сейчас террорист будет вы посмотрите мы уже и видели 20000 20000 ладненько обалдеть так чуть-чуть в год и в теозавры тоже 20 замечательно мы близки близки к концу по факту ну вот как за пределами мы поймем что все серикой будут намного реже любом случае уже выходить чтобы бессмысленные бессмыслицу не записывать и урапта один из самых ранних динозавров жил около 231 228 миллионов лет назад в позднем триасовом периоде этот маленький шустрый сиятный динозавр жил бок о бок с археозаврами протомлекопитающими другими ранние динозавры и ураптор обладал гетеродотными зубами то есть его зубы были подходящими как для употребления мяса как и растительности и это означает что ураптор был всеядным что давал ему эволюционные преимущества перед исключительно травоядными и плотоядными так смотрим дальше нас куда дальше на смаза за все есть у нас что-то новое аргентинозаврик да конечно же есть аргентинозаврик ну да здесь здесь у нас ничего интересного не будет и никого нету жаль-жаль-жаль-жаль-жаль-жаль-жаль собрать собрать и птерозавр ну в общем вот такая вот нудненькая серия друзья прошу прощения за такое но я прям не ожидал что за пределами нас опять так вот нагнут а на сегодня тогда у нас все до новых встреч не грустите не болейте всем пока пока